Первая тема у нас от уже известной Марико Косаки Да, кто не знает, почему она известна, посмотрите прошлый подкаст Ну да, мы даже нарезочку про неё сделали Что вот джаваскрипт, промисы, помисы Промисы на примере бургеров Помис со свиньёй Знаешь, в чём суть? Потому что я чувствую, что эта косака же, она часто пастит Ну вроде Я чувствую, что это новый бабич наклёвывается Ну да, да, у неё интересно Хотя вот тема про сервис воркеров на самом деле не так интересна, как про джаваскрипт, промисы Ну давай, давай послушаем Причём не в силу того, что тема неинтересная, а в силу её реализации, как она вот это сделала Давай посмотрим Вот, говорит, сервис воркеры, говорит, круто звучит, я так и нихрена не понимаю А у неё все темы, я так понимаю, она нихрена не понимает Ну или она кокетничает Или она действительно сначала нихрена не понимает, потом рисует и всё понимает Да, её главная особенность, она рисует вот это, господа, самое главное В 2015 году, в июле, она сидела в Остине, Техасе, в театре, на конференции по джаваскрипту И чувак, который был на сцене, это Джейк Арчибальд Это крутой чувак, кстати говоря Ну конечно, все мы его знаем, помним И он рассказывал про сервис воркеров, прям впервые Тем более, что он один из людей, которые непосредственно спецификацию разрабатывают Подожди, чё-то я не понял, чё она там пишет, типа Ну и до этого, я, говорит, его знал просто как прикольного британского чувака Который всё время говорит о том, что ему там надо поссать Ну вот, как это что-то у вас какое-то происходит Ну, видимо, до этого, до сервис воркеров, он у себя на токах позволял Он причём, да, позволял на британском акценте Ну вот, да И, видишь, он как обычно на сцене, между анекдотами про UX Как он поссал? Да, про публичную ванную, не ванную, туалет UX Он рассказывал про вот сервис воркера О том, что можно сделать, чтобы сайт вошёл в себя примерно как нативное приложение В скобочках По крайней мере, так я раньше думал Вообще, говорит, звучит очень прикольно Я бы хотел поиспользовать в собственных проектах Но достаточно сложно понять, потому как это не библиотека Это не HTML элемент какой-то физический Это не новый JavaScript синтаксис Вообще, я, говорит, много читал статьи Типа там, вступление в сервис воркеры Сервис воркеры доступно Там упоминаются термины прокси, кэш Я, говорит, их не очень знаю Надо рисовать, походу И, говорит, типа... Как обычно, я рисую на бумаге и всё выясняю И вообще, я могу охарактеризовать сервис воркера одного Как пришельца, который живёт в вашем браузере Я боюсь представить, что она перед первой брачной ночью рисовала Я хотел бы посмотреть Была ли у неё это первая брачная ночь, я не знаю Сервис воркеры, говорит, это вот пришельцы Браузер наш, чтобы вы понимали, это планета На данный момент мы прям видим, что это планета Состоит она из периодической таблицы элементов HTML То есть весь наш браузер это так или иначе HTML элементы Что такое корзинка вот здесь я не очень понимаю Но, видимо, захотела она так нарисовать А, garbage collection, понятно А, окей, так Смешно Power Sun это солнце, которое питает наш А где пришельцы-то? Да подожди ты, ну тут же у неё серия картинок А, всё-всё-всё Это ж не то, что вот на первой Ты просто говоришь, вот пришельцы, там это Я уже ждал Заголовок такой А до пришельцев мы ещё будем нескоро идти Есть галактика-сервер у нас И до планеты нашей идёт всё по HTTP Но, чтобы вы понимали, HTTP это не просто лучи такие солнечные Это всё-таки набор труб, который через разные узлы маршрут прокатывает И data поступает из серверной галактики к нам на планету браузера И звучит HTTP как-то прикольно Но по факту да Всё через узлы, через корневые там всякие DNS имена DNS сервера, которые показывают нам что есть что Но, говорит, хоп, и интернет отвалился И всё, мы ничего не можем На планет браузере у нас этот тиранозаврик из Google Chrome Так Он говорит, что если я вам скажу, что сервис-воркеры здесь, чтобы нам помочь И хоп, видишь, пришельцы Вижу Засумонились Да, засумонились И Он нам может заменить интернет, так сказать Ну, я опять же скажу Для тех, кто не в курсе Сервис-воркеры, они помогают заставить наш сайт или приложение работать в офлайне И так вот, засумоненный сервис-воркер И Он может делать три вещи Первая Первая А, точнее не делать, он три вещи может, простите Три вещи, которые нужно знать про сервис-воркера Я просто смотрю и вижу, что как бы к деланию не имеет отношения Сервис-воркера нужно вызывать, пока вы его не вызвали, его не существует Но это вполне себе очевидно Как только вы его вызвали, он там будет, пока у него не закончатся вещи, чтобы сделать То есть вот что-то ему накатил, он сделает и пропадет Нет никакого метода там терминейт, который его выключит Просто как-то злобные инопланетяне-то нарисованы А в принципе-то это добренькая тема Ну Почему вот они нам злобными, кажется? Потому что мы их не знаем просто Ну да Так-то они, может быть, ми-ми-ми Хорошо Так вот, сервис-воркер, он живет Снаружи веб-страницы То есть как бы, ну он в самом браузере Как отдельная Ну не библиотека, а как отдельный модуль, так сказать Расширение Написан, да, ну даже и не расширение Прямо это часть браузера по факту Но она вот работает вообще не всегда и не скоро Мы не можем, когда нет интернета Загрузить какое-нибудь прикольное видео Или прочитать следующую главу книги, например Но, но Сервис-воркер может быть разбужен Если он нам нужен И он нам это все Йоу Да, йоу Если даже вы закрыли Окно браузера Сервис-воркер может доработать Так сказать Ну допустим, если вы Что-то хотите сохранить Вы в сервис-воркера отправили Что, чувак, как только появится интернет Вот это пушнет на сервер Даже если вы закрыли браузер Когда появится интернет Он это пушнет на сервер Ну это опять же Один из вариантов взаимодействия Но Еще можно узнать, что сервис-воркер Он живет не на странице, а в браузере Поэтому сервис-воркер не может получить доступ К таким объектам, как window или object Не может модифицировать дом-элементы Это низкоуровневое дерьмо Которое нам может выдать, например, там гифку Которая уже была сохранена И мы делаем контролеру страницы А нам гифка тоже показывается Потому что она сохранена И в кэше она по факту есть И вот как раз здесь дальше идут задачи Которые мы можем попросить сделать сервис-воркер Первое, это вот взаимодействие с кэшем Кэш у нас на луне Кэш-мун В интерпретации Марико И нам планета говорит Сервис-воркеру Типа это, чувак Я хочу кэт-гиф посмотреть Гифку катульки Он такой, блин Ну как бы вот интернет-труба не работает Поэтому, опа На кэшевой луне она есть Поэтому вот, бери, получай То есть, в принципе Сервис-воркер, он работает с кэшем браузера Который у нас в файлах сохранен Там в documents and settings В xp Или там в аппдата В семерке и позже И он оттуда просто это берет и показывает Второе, send push notification Это отправить пуш-нотификацию И как раз здесь Он, даже если браузер закрыт Я не знаю Хотя бы Как это вот реализуется Но сервис-воркер может пушнуть Типа, блин, блин, блин Чувак, очнись Очнись, слющи То есть, в принципе, десктопные пуш-нотификации Когда, знаешь, там письмо в Яндексе пришло Можно же включить И оно сбоку всплывает Как в слэке Ну, конечно Видимо, оно работает Даже если браузер выключен Хотя, мне кажется Он должен быть включен Но, как бы сказать Ну, не это Он сверху Вкладка Яндекса не открыта в этот момент Он Ну, скорее всего Ты его найдешь в процессах В любом случае То есть, у тебя будет хром в процессах висеть Вот, да Ничего ты с этим не поделаешь Кроме этого Вот то, о чем я уже сказал Бэкграунд, синхронизация Фоно Это, типа Вот будет, как только интернет Вот это вот на сервер отправь Все, сервисоркер говорит Roger that Как только будет интернет Отправлю Ну, вот, говорит Я надеюсь, я вам света немного проронила Ну, то есть, видишь Мы поняли суть А вот Уже вот В прошлый раз про промиссы Она конкретные методы нам показывала Рассказывала Я вот тоже Хотел тоже об этом сказать То есть, а нам-то Веб-дизайнерам Как они, эти сервисворкеры Нужны, не нужны Пользовать, не пользовать Как-то можно с ними работать Как фактически имплементировать, да Реализацию Вот Непонятно Она дает просто ссылку На Джейка Арчибальда На его оффлайн-кокбук Да он там только просто С о нее будет писать и все Да, видимо Но я Делаю, опять же, официальный реквест Всем нашим подписчикам Если найдете какую-нибудь прикольную И интересную статью Про сервисворкеров Такую задорную Вот как у Джейка Арчибальда Скорее всего Я сейчас нажал на самом деле На ссылку Как-то очень долго переходит Ты имеешь в виду Он педантично По-британски пишет там До свидания Да просто Я его статьи читал Они прям настолько задротские Что хочется Я не знаю себе чего откусить Поэтому Вот Найдете когда Какую-нибудь крутую статью Про сервисворкеры Блин Предложите Мы ее обсудим обязательно Должно быть интересно Хорошо Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok